Иван, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, какое количество компаний участвуют в этом году в выставке? У нас более 265 стендов, а мы рассчитываем, что суммарно нашу выставку посетит где-то 11 тысяч человек, может немного больше. Мы даже чуть-чуть переживаем, потому что может не хватить BGA, который мы заказали. Скажите, а есть ли среди участников игроки рынка, которые являются настоящей гордостью для России? Ну, во-первых, здесь все. Если говорить про посетителей, про гостей выставки, сюда приехали интернет-магазины со всей страны. Мне даже сегодня рассказывали о том, что у нас в очереди на регистрацию впервые было так много людей с чемоданами. То есть люди приехали из Новосибирска и из Хабаровска для того, чтобы найти себе фулфилмент. Если же говорить про экспонентов, то, во-первых, я очень рад тому, что к нам все больше и больше заходят крупные компании, которые выставляются на эту аудиторию, на омниканальный ритейл, на e-commerce, банки. И вот 1С, например, у нас уставляется. Очень приятно это. И у нас есть друзья, которых, ну, когда приезжает какая-нибудь официальная дегрегация, я обязательно веду и показываю. Самый яркий пример – это ритейл Рокет. Это компания, которая из России открывает постепенно офис по всему миру. Там, например, открыла офис в Голландии. И много еще таких подробных, просто не влезут в рассказ о них. Просто рассказ о них не влезет в наш с вами ролик. Если сравнивать ЕКОМ-экспо этого года с предыдущими годами, в чем его изюминка? Что стало интереснее, динамичнее, насыщеннее? Все стало больше, перейдя какой-то качественный порог. То есть мы… стройка в прошлом… Когда последние несколько дней застраивалась выставка, у меня было ощущение, что мы строим здесь, прямо в павильоне, коттеджный поселок. То есть я ходил и думал, а как здесь вообще люди будут ходить между этими гигантскими колоссальными стендами. Очень много приехало сотрудников компании, зарегистрировалось для того, чтобы взаимодействовать с аудиторией. Ну и, конечно, временами случаются небольшие пробки. Но мы все вроде отработали. Как вам сказать? Все стало больше и лучше, но поразительно, что оно развивается в разных направлениях. То есть одновременно у нас стало больше каких-то таких космических технологий. Искусственный интеллект, дополненная реальность. Здесь есть несколько стендов дополненной реальности, несколько систем опознания людей по их профилю в соцсетях с предложением других вариантов. Там чего угодно, просто космос. И одновременно много земных технологий. Там автоматизированные склады, дополнительные курьерские услуги. Вот мне очень нравится сочетание вот этих двух полюсов. Какой-то качественный скачок в них проискошел. Наверное, самый яркий пример – искусственный интеллект. Вот то, что у нас здесь на выставке, его много. Но это как во всем мире изменилось, так и у нас тоже такого много. Расскажите, есть ли аналогичные выставки или вы в своей сфере индивидуальные и уникальные? Мы много лет ищем тех, как… Мы много лет ищем вдохновения, кем нам вдохновляться. Мы делаем свои мероприятия, ищем кого-то, кто будет больше и лучше, чем мы. К моему большому сожалению, в России для ритейла больше нас размером нет никого. Ни по количеству посетителей, ни по количеству стендов. Мы ездим в другие страны, но могу сказать, что мы их уже почти догнали. Наша конференция по размерам вторая, третья… Наша выставка по размерам вторая, третья в Европе приблизительно. EcomExpo 2019 Retail.ru Фирма 1С